Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Среди них была даже мода на одежду В турецком стиле Ряд исследователей считали фигуру Пересветова Фиктивной и видели Скрывающимся за ней советника царя Алексея Адашева и даже самого царя По той причине, что В посланиях обнаруживали план, который Был реализован впоследствии Взятие оказаний и даже опричью Если это так, то выходит, что Сам Иван Грозный видел своим дьяволом Султана Магмета Такой вариант нельзя исключать Хотя, скорее всего, Челобитный Пересветова Это творчество человека-служилого Для которого государство – это все Для которого рост его могущества Означает рост собственного благосостояния И карьерной перспективы И для которых государь и государство Тождественны Ведь именно царь – источник благ Поэтому запрос на Грозу и на турецкий стиль Был среди дворянства достаточно силен Тем более, что класс помещиков Был создан Иваном Третьим По турецкому образцу После покорения Новгорода Он приступает к реформе, которая определит Московский государственный строй на века Зимой 1487 года Иван Третий производит массовое Переселение зажиточных новгородцев Летопись это называет Выводом Водчины переселенных были конфискованы И переданы уже в качестве поместья Служилым людям – воинам Которые в будущем превратятся в дворянство Согласно мнению современного исследователя Сергея Нефедова Это была чисто османская по стилю операция Он пишет Эта небывалая до сих пор на Руси акция В точности соответствовала османским обычаям Из завоеванного города Выселяется вся знать Ее земли конфискуются Составляется Дефтер Своего рода государственный земельный фонд И конфискованные земли раздаются в темары То есть поместья Русское название этой процедуры – вывод Ничто иное, как перевод турецкого термина Сургун Характерно, что, как и в Турции Поместья даются подчас людям Низкого происхождения Боевым холопом В Турции их называли гулямами Поместная система была основой Российского государства Академик Веселовский считал, что она Появилась на Руси внезапно В конце 15 века И сразу же получила широкое распространение Войну за его службу давали От государя поместья с крестьянами Но это владение оставалось государственной собственностью Помещику причитались лишь платежи Помещики регулярно вызывались на смотри Если воин вызывал недовольство командиров То поместье могли отобрать Если же помещик проявлял себя в бою То поместную дачу увеличивали Так в судебнике от 1497 года Тоже заметны турецкие влияния Например, появляются жестокие телесные наказания и казни Их не только не знала русская правда Но и вообще они были не характерны для русской традиции Вообще, с момента обретения Московской независимости Европа, для которой главной угрозой Тогда была турецкая агрессия Активно пыталась вовлечь Русь В антиосманскую коалицию Такие предложения делались и тому же Ивану Третьему И его сыну Василию Но они их неизменно отвергали Напротив, пытались наладить со Стамбулом Дипломатические и торговые отношения А когда Иван Грозный покоряет Казань и Астрахань Его ближайшие советники убеждают его Продолжить борьбу с остатками Орды И сконцентрировать все силы на ликвидации крымского ханства Это, конечно, означало бы прямое столкновение с Турцией Ведь крымский хан был вассалом султана Иван выбирает прямо противоположное направление экспансии Европейское Он начинает долгую, неудачную Ливонскую войну А советники, убеждавшие его выступать против Крыма и Турции Попадают в опалу Однако парадокс в том, что это не спасло царя от войны с турками Несмотря на симпатии русской элиты к османам и их порядкам Те ответных чувств не испытывали И первые военные столкновения произошли как раз в период правления Ивана Грозного Это была попытка отобрать у русских Астрахань А затем поход на Москву Корпус и Иначар в составе армии крымского хана Оба предприятия закончились для агрессоров бесславно Астрахань устояла Благодаря умелым действиям московских воевод и казаков А поход на Москву в 1572 году закончился полным разгромом крымско-турецкого войска в знаменитой битве при Молодях Поражение было столь сокрушительным, что отбило у османов охоту вторгаться на территорию московского царства Но впереди была длинная череда конфликтов разного масштаба и интенсивности Следующий масштабный конфликт возник в 1669 году по вине гетмана правобережной Украины Петра Дорошенко Который решил из польского подданства перейти в турецкое Это привело к вторжению войск султана на Украину И хотя он вел войну с Речью Посполитой, он угрожал и царским владением Поэтому в 1672 году Алексей Михайлович объявил его османам войну Шла она с переменным успехом и закончилась через 10 лет подписанием компромиссного Покчисарайского договора Дважды в период правления царевны Софьи русские войска ходят на Крым и дважды не доходят Из-за плохой организации, в частности отсутствие нормального снабжения водой на Гайских степях русские войны возвращаются ни с чем После свержения сестры эстафету у нее перехватывает юный Петр и тоже дважды отправляет войска на Азов Хотя империя еще не провозглашена, но мыслит царь по-имперски и понимает, что государство его не будет в безопасности Пока не покорены южные степи и Крым И снова неудачи Если в прежние века европейские государы добивались поддержки Руси в их борьбе с османами То теперь Петр в ходе своего европейского вояжа ищет союзников для борьбы с Турцией Но не находит, напротив Август Сильный, король Польши и государь Саксония убеждают Петра вступить в войну со Швецией Она была мучительно долгая, но в итоге победоносная Но как раз разгром Карла XII под Полтавой провоцирует очередной конфликт с османами Дело в том, что шведский король укрылся на турецкой территории Разумеется, строил там планы продолжения войны с Россией И подстрекал султана выступить против Петра Таким образом, когда русский царь потребовал выслать своего врага Карла за пределы турецких владений В ответ он получил объявление войны Русский поход Петра был снова неудачным Русские войска попадают в окружение Несмотря на то, что они мужественно отражали атаки превосходящих сил врага Царю пришлось заключить довольно невыгодный мир, чтобы благополучно выбраться из ловушки И отдать много золота великому визерю, главнокомандующему турецкой армии Следующий конфликт вспыхивает уже только в 1735 году Во время правления Анны Иоанновны И с него начинается перелоп Победы генерал-фельмаршала Миниха знаменуют начало долгого периода Неизменного военного превосходства русских над турками Особенно последним не везло с русскими коронованными женщинами Если начались неприятности при Анне Иоанновне То при Екатерине Великой они превратились в череду сокрушительных поражений Блестящие победы Суворова на суше, а Ушакова на море Наряду с успехами их менее знаменитых коллег привели к тому, что Крым окончательно входит в состав России А граница между двумя империями отодвигается до Днестра Но мир сохраняется недолго Уже при Александре I победы Михаила Кутузова закрепляют за Россией Бессарабию Современную Молдавию В 1827 году Османская империя сталкивается с противодействующей ей международной коалицией Дело в том, что России, Англии и Франции была подписана Лондонская конвенция Согласно которой Греция, которая героически сражалась за свою независимость от османов Получала полную автономию Султан отказался признавать конвенцию Ответом ему в том же году стало уничтожение Соединенной эскадры России, Великобритании и Франции Турецкого флота в Новоринском сражении А в 1828 году русские войска впервые подошли к Константинополю Успехи наших войск на Балканах и в Закавказье Заставили султана в сентябре 1829 года подписать Андрианопольский мир Согласно этому документу, Турция признавала Лондонскую конвенцию Предоставление автономии Греции К России отходила большая часть восточного побережья Черного моря Включая города Анапа, Суджук-Кале, Сухум А также Дельта-Дуная Кроме того, Османская империя признавала российский контроль над Грузией Частью современной Армении А Сербии предоставлялась автономия Но пройдет 24 года и некогда союзные Россия, Великобритания и Франция Встанут на сторону Турции в новом конфликте с Россией Европа опасалась роста российской мощи и влияния империи на Балканах Так начинается Крымская война, неудачная для России Но и вившая пример беспрецеденты по героизму обороны Севастополя Следующая, последняя в 19 веке война с Турцией Велась Россия за свободу Болгарии В ней проявился в частности блестящий военный талант генерала Михаила Скобелева Авангард русской армии под его командованием Вышел в финале кампании к окрестностям самого Константинополя Однако взятие его было невозможно не в силу военных обстоятельств Было очевидно, что Европа вновь не позволит России взять под контроль И этот великий город, и Черноморские проливы Последний шанс взять Константинополь у России Был в ходе Первой мировой войны А это уже начало 20 века Адмирал Колчак, командующий Черноморским флотом Планировал морскую операцию против столицы Османской империи А на суше еще один будущий герой белого движения Генерал Юденич взял Трапезунд Город на Черноморском побережье Турции Некогда в столицу последнего осколка Византии Держава Великих Каменинов Но революция 1917 года и выход России из войны Все эти планы аннулировала Именно в ходе Первой мировой войны Было совершено одно из самых страшных преступлений В мировой истории Геноцид армян В 1915 году началось планомерное уничтожение Представителей этого древнего народа Проживавших на территории Османской империи В империи к власти пришла группировка Так называемых молодотурок Они и стали инициаторами Вступления Турции в войну на стороне Германии И Австро-Венгрии Власть султана сохранялась Но имперская политика Допускавшая мирное сосуществование народов Исповедующих разные религии Ушла в прошлое Национализм новых властей Был основан на пан-тюркизме Соответственно все мусульманские народы Подвергались отуречиванию А христианские просто рассматривались Как тайные внутренние враги Армяне, которые в период имперского османизма Были по большей части Лояльными подданными султана Теперь подлежали депортации И просто массовому уничтожению Естественно немалая часть армян И в самом деле сочувствовала России Но враждебной пятой колонны Они точно не были Тем не менее на них обрушились чудовищные репрессии Не щадили ни женщин, ни детей Точное количество жертв До сих пор остается предметом дискуссий Данные, по поводу которых Имеется согласие наибольшего числа исследователей Говорят об уничтожении с 1915 по 1918 год От одного до полутора миллионов армян Стоит отметить, что одним из эпизодов геноцида Стала резня 18-го года армян в Баку Который был на тот момент столицей независимого Азербайджана Министр внутренних дел Османской империи Талаат в беседе с послом США Откровенно заявлял Мы уже избавились от трех четвертей армян Их больше не осталось в Бетлисе Ване и Розуруме Ненависть между армянами и турками В настоящее время так сильна Что мы должны покончить с ними Если мы этого не сделаем, они будут нам мстить Геноцид повсеместно сопровождала Компания по уничтожению армянского культурного наследия Памятники и церкви взрывались Кладбища распахивались под поля Армянские кварталы разрушались Или заселялись турками и курдами Но никакие зверства не помогли турецкому правительству По итогам поражения в Первой мировой войне Османская империя распалась Последний султан Мехмед VI Лишенный всякой власти Прибывал в Константинополе Которые контролировали войска Антанты А между тем Взять реванш за века угнетения Решили греки Высосить десант в Смирни, нынешний Измир Они начали продвигаться вглубь Малой Азии Казалось, что великая идея Возрождения Византийской империи Которой жили многие поколения греков Близка к своему воплощению Но во главе противной стороны Встает харизматичный и талантливый лидер Мустафа Кемаль Впоследствии прозванный Ататюрк Отец турок В Анкаре он формирует новое национальное правительство И собирает разрозненные отряды В сильную и мотивированную армию Налаживает контакты С советским правительством Которое предоставляет туркам весомую помощь В виде поставок необходимого вооружения Фактически спасая Турцию от полного распада И разгрома Ленин рассматривал Ататюрка Как союзника в деле мировой революции Тот без труда надул вождя И сумел обмануть большевиков Сначала создав марионеточную компартию А потом, когда надобность в поддержке отпала Распустил ее Греческие войска, углубившись В ображдебную им турецкую территорию Теряют связь с базами снабжения Утрачивают четкость координации действий И когда Ататюрк 18 августа 22 года Начинает решающее контрнаступление Они оказываются не в силах Сдержать начиск врага Уже 9 сентября турки Вступают в Смирну После чего там происходит Резня христиан, греков и снова армян В ходе нее, озверевшей толпой Турков был растерзан Митрополит Хризастом Со временем Кемаль Действительно становится отцом нации Новой турецкой нации Которая формируется На разваленных Османской империи Он строит государство По европейским образцам Подчеркивая отход от многих прежних традиций И имперских амбиций Однако от них не так-то просто отказаться Минуло 100 лет И сегодня мы становимся свидетелями Их возрождения И конечно увидим И то, чем это обернется Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова